Ребята, сейчас вот приехали, привезли фургон, донор для фургона Саида. Сейчас вот, короче, иду узнавать это все дело. Привет, ребята! Привет! Что, привезли, да, фургон? Везли. Саня? Леха. Саня? Серега. Так, а вы откуда сами приехали? Волоколамск. Волоколамск, да? Так, вот фургон. Ну, он на ходу, да? Ну, заводится, заедет. Заводится. Так, так, так. Там вот, ребят, фургон такой. Ну, это чисто под донором, там с него коробку снять. Бежок. Мне интересно посмотреть на его реакцию. Давайте, короче, загоним. Посмотрим, как Саид отреагирует. War Thunder – самый крутой и реалистичный военный экшен. Где ты можешь управлять самолетами, танками и военными кораблями. Взбивая истребителей зенитных пулеметов с земли, взрывай новейшие танки, управляющие бомбами с неба. Или уничтожай крейсеры торпедами на воде. War Thunder – больше тысячи единиц военной техники и десятки живописных локаций по всему миру. В War Thunder нет полосок здоровья. Ты можешь обезближить танк врага, подбив ему гусеницу, или потопить эсмин с метким выстрелом в боекомплект. Продвинутая разрушаемость позволит тебе смести избушку Абрамсом и неожиданно обойти врага, проломив бетонную стену. Несмотря на топовую графику, игра отлично оптимизирована и пойдет даже не на очень мощном ноутбуке. War Thunder – быстрый матчмейкинг. Тебе не придется долго ждать начала боя, даже если ты сражаешься в команде с друзьями. Побеждай, выполняй миссии и получай награды. Качай War Thunder бесплатно и по ссылке в описании получай крутые бонусы. Саид, что скажешь? Твои впечатления? Второй тебе автобус? Ну, этот немножко получше. Саид, но этот автобус служит, короче, донором для этого. Понял как? А это будет великолепно. Я же тебе обещал поставить на ход. Отсюда будем брать? Да, Саид, вот отсюда, вот с этого фургона берем коробку, двигатель и ставим в этот фургон. Ты как на это смотришь? Ну, это как в сказке пока еще. Как в сказке? Да. А где его делать? Вот дело. А уже есть автосервис. Вызвались ребята с автосервиса помочь тоже это все сделать. То есть уже люди Саид есть. Я тебе просто не говорил, чтобы это было для тебя сюрпризом таким. Нормально. Нормально? Ребята, а можно завести его? Да, можно. Давай, не надо. Как ты, рад вообще немножко? Здесь много, но немножко. Ну, это Саид, это чисто под донором, то есть фургон. Отсюда возьмутся чисто запчасти. Все работает. Ну вот Саид. Да. Все работает. Осталось только перекинуть движок на этот фургон. И все будет тип-топ. Не знаю пока сколько по времени это потребуется. Ну, все вот эти работы. Ну, у механика, короче. Самое главное начало есть. Начало есть, да. Есть продвижение, в общем. Ты же любитель долгосрочной цели, правильно? Да. Вот. Мечты сбываются, исполняются. Будет у тебя дом на колесах? Дом на колесах, да, будет. Что, отцепляем? Да. Владелец второго фургона. Имущество-то прибавляется немножко? Это уже немножко слово не подходит. Немножко слово не подходит уже? Вот глушитель военный. Глушитель военный? Да. Ну, мы с этого фургона возьмем все, что потребуется, и перекинем на тот. Саид, что-то ты замешкался немножко. Ну, ничего. Долгосрочная цель. И результаты по пути к этой цели радуют. Конечно. Все постепенно приходит. А тут коробка нормально работает? Все переключается? Да, все работает. Я не думаю, что больше недели на это потребуется. Ну, это немного. А жилье мы тебе подыщем? Для меня это немного. Недели, это что это такое? На ноге, может, не стоит. Ну, понятно. Ну, все же. Подыщем что-нибудь. А у вас, ребят, тоже это, как вы на Volkswagen приехали, да? Да. Какого года? Ну, у вас все в порядке вообще, да? Долго делали. Аж три Volkswagen, короче, тут стоят. И все разных цветов. Оранжевый, белый, синий. Как тебе стоит такой набор цветов вообще? Как цветопад. Вот сюда поставим этот фургон. Вот сюда слева. Будет у тебя, короче, пока два фургона стоять. До завтра. Ну, если его сделать, хотя бы тысячу наценить, что здесь, допустим, хватит. Он много раз себя отражает. Здесь, под Москвой. Ну, да. Ту-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Все на ходу. Короче, на этой стоянке движка происходит конкретный. Ребята, там 45 тысяч. Спасибо, ребята. Будьте здоровы. И тебе не хворай. Нам еще погрузиться надо, Саид. Так что, подкакивай на крышу. А у вас сколько фолькшвагенов-то вообще? О! Блин. Именно таких-то третий. Ну? Ну, получается, сейчас три осталось. Было четыре места. А вы им конкретно, да, занимаетесь? Да. Удобно, да, вот такой багажничек наверху иметь? На крыше. Да. Классно. А его просто нельзя подкат с собой водить. Просто без машины его нельзя. Но он легкий, потому что отлететь можешь на кочке, да? Нет, потому что у него нет ни фонарей, ни стопотов, ничего нет. То есть, если все это готовили, то да, это другой вопрос. Саид, ну как там? Ну, вот этот, ребят, короче, двигатель перекинем на саидовский фургон. Именно это и было всей целью. Фургон. Двигатель здесь, коробку передач. Да и еще кое-что отсюда можно взять. Что бы ты еще отсюда взял? Ну, вот где вот, что где? Подлотать, подварить, подменить. Отсюда этот кузов немного прочнее. Он молочен. По всей видимости. И вот отсюда взять, куда-то не варить. Ну, будем заниматься. Что могу сказать? Главное, что коробка там есть. Мы видели то, что он на ходу. Все работает. Завтра, думаю, саид повезем на двух эвакуаторов. Это все дело к механику, к мастерскую. И уже они будут заниматься всем ремонтом. Все будут перекидывать. Ну, если вот человек сам для себя вот он делает, вот такие механики есть, они, ну, максимум, два-три дня. А вот если в мастерской, там как? Там должно быть тянуть резину, да и больше денег вытянуть. Нет, Саид, там все сделают бесплатно. Для тебя именно. Ты как на это смотришь вообще? Ну, было бы хорошо, но бесплатно. Конечно, бесплатно не бывает. Все равно что-то должно быть. Ну, там просто тебе хотят помочь. Так сказать, поддержка, поддержать тебя. Так бы было, конечно, хорошо. Но так и будет, Саид? Маловероятно. Зима, допустим, будет. Ты завел двигатель, прогрел, да, там? Да. Это очень важно. Таких машин было много на улицах в Москве. А вот в последние три года их все истребили. А так прямо жили в этих машинах. Так, давай тогда передвинем это все дело. Ну что, Саид, наверное, на сегодня закончим. Завтра поедем уже к механикам, возьмем вот эти два фургона на эвакуаторы и уже в автомастерскую оттащим. Ты как вообще, Саид, рад происходящему? То, что придется собирать. Спасибо. А так вот торчал бы я здесь, торчал бы и дал бы, когда это произойдет. Да, с помощью него мы поставим вот этот фургон на ход. Вот этот вот легендарный Саидовский фургон. Чтобы он был на ходу. У Саида, говорит, он просто есть водитель, который сможет там помогать Саиду зарабатывать. Ну и зимой, чтобы было не холодно, можно было прогревать автомобиль. Сами понимаете, чтобы не замерзнуть. Короче, как-то так. Ждите следующей серии. Думаю, все у нас получится. И Саид, на еще 1000 рублей тебе на газ, там на еду, тебе понадобится. Спасибо. Давай, Саид, до скорых встреч. Будьте здоровы. Саид, до скорых встреч.